Добрый день, дорогие друзья! За последние 20 лет на совести Владимира Путина имеется достаточное количество разных преступлений. Собственно говоря, я не зря повторяю, что группа, узурпировавшая власть в нашей стране, это обычная преступная группа. Это не фигура речи и не метафора. Это преступная группа в юридическом смысле этого слова. И у каждого из нас есть свой личный счет к этим узурпаторам. У меня тоже. Есть среди сделанного ими то, что я никогда не смогу простить. Это отнюдь не мои 10 лет в тюрьме. То, что сделано против меня лично, я вот как раз могу забыть. Так вот устроено мое сознание. И, к слову, речь идет не о воровстве и не о коррупции власти. Да, кремлевская шайка украла у страны миллиарды, если вот не триллионы долларов, как мы сейчас все больше и больше узнаем. Кстати, будет интересно как-нибудь вернуться к этой теме и попытаться посчитать, сколько же всего они стырили. Ну, это просто деньги. Конечно, эти деньги украдены у пенсионеров и бюджетников, бизнесменов и нуждающихся. Жизнь миллионов людей могла бы быть значительно лучше, не украдив власть эти деньги. Но мы, как страна, и эти деньги вернем, и еще заработаем. Я верю в потенциал соотечественников и вообще, и честных юристов в частности, в их хватку и трудолюбие. Но есть преступления, которые не забыть и простить не получится никогда. Для меня таким преступлением точно является то, что Путин и его присные спровоцировали на востоке Украины. И не надо кивать на разных Турчиновых и Порошенко. Они украинские политики, им отвечать перед своим народом из-за свою изначальную нерешительность, из-за последующие методы демонстрации решительности. Я про наших. Я был в Донецке, в прекрасном, зеленом городе. Был за неделю до войны. Мне не надо рассказывать, кто все это начал. И да, все мои предки – выходцы с Украины. Один мой дед, рожденный на Украине, защищал нашу общую страну от фашистов и сложил свою голову под Москвой. Второй мой дед, тоже рожденный на Украине, создавал производство ракетных снарядов для знаменитых «Катюш», принимал участие в ядерной программе и тоже для нашей общей страны. Он умер от последствий лучевой болезни. Для меня тысячи и тысячи погибших на востоке Украины потеря хороших отношений с очень родной для меня страной – это больше, чем преступление. Больше, чем ошибка. Это глубокая личная трагедия Ирана. Это мой настоящий личный счет к этой власти. На этой неделе на Украине, на родине моих предков, вступил в должность новый президент. Церемония вступления в должность получилась столь яркой, что стало интересно сравнить ее с путинской. Если и существует инаугурация здорового человека, и инаугурация курильщика, то это вот были они. Вот смотрите, Зеленский. Идет на церемонию пешком, общается с людьми, пожимает руки. Он не отделяет себя от людей. Даже селфи со зрителями делает. Мы видим лишь минимальные меры безопасности. Теперь Путин. Он проделывает свой путь в абсолютном одиночестве. Понятно, что простых людей к нему и на пушечный выстрел не подпускают. Ну, может, это и к лучшему. Вспомните вот эту фотографию. Но они умудрились даже из Кремля всех выгнать. Посмотрите, Путин две с половиной минуты в полном одиночестве идет по коридорам Кремля. Это не проход парня из народа, как у Зеленского. Нет, это царь соизволил выйти. А как же Путин добирается от одного подъезда до другого? По абсолютно-то пустой территории Кремля. На бронированном лимузине, в окружении мотоциклистов. Зачем это? Он боится покушения? От кого? В Кремле-то? Или в своих мыслях он уже царь, который без почести перемещаться не может? И это не мелочь. Я не придираюсь. И у Зеленского, и у Путина это символическая модель поведения. Зеленский говорит, я один из вас. Вы меня избрали, я вам служу. Путинское послание. Я царь, я бог. Моя власть не может быть подвергнута сомнению. Центральным событием церемонии инаугурации является речь избранного президента. И вот нигде различия между Путиным и Зеленским не проявляются так сильно, как в этой речи. Речь Зеленского это слова живого человека, обращенные к другим живым людям. В этой речи есть все. Страсть, эмоции, боль, надежда. Есть обещания и конкретные планы. Есть популизм. Есть рискованные приемы. Это, надо сказать, это одна из самых сильных речей, которую я когда-либо слышал. Вы скажете, ну ему же ее написали? Ну да, конечно, наверное. Но Путин-то речь тоже пишет. Работает целое управление референтов. А получается? Получается так, как заказывали. Никак. Если речь Зеленского была сильной, то путинская просто была никакая. Ни плохая, ни хорошая, а вот просто никакая. Путин произносит речь не потому, что ему есть что сказать. Только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергообновление. Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития России. Это выступление ради галочки. Формальность, которая никому не нужна. Ну, как-то так заведено. Это речь человека, которому не надо завоевывать сердца. И обращена она к людям, понимающим, что они, в общем, ничего не решают. Недаром перед началом инаугурации Путин отдает распоряжение председателю Конституционного суда Зорькину. Можете начинать. Это как нельзя лучше показывает истинное место формально независимого Конституционного суда и его председателя. Инаугурация Путина – это формальная церемония подтверждения прав на власть. Прав, которые не были делегированы народом на выборах, а всегда принадлежали и будут принадлежать одному человеку. Народа на этой церемонии нет вообще. Он как бы не при делах. Зеленский, наоборот, обращается к людям, обращается напрямую, как бы через головы всех собравшихся в зале. Каждый из нас – президент. Не 73%, которые голосовали за меня, а все 100% украинцев. Ну и собравшиеся на инаугурацию Зеленского ведут себя по-другому, чем собравшиеся на инаугурацию Путина. Они не лебезят. Они держат себя с достоинством, иногда выражают неудовольствие и даже прерывают Зеленского. Вот вы сейчас послушали все мною сказанное и подумали, ага, понятно, куда Ходорковский клонит. Зеленский замечательный, а Путин ужасный. Нам бы, как на Украине, свободные выборы, классного молодого президента и заживем. И вот вы будете абсолютно не правы. Я совсем про другое. Да, инаугурация Зеленского по сравнению с Путинской – это праздник для нормального человека. Да, речь молодого украинского президента хороша, о поведении естественно. Но он только начинает проверку властью. Надеюсь, что пять лет выдержит, хотя это будет сложно и совершенно не очевидно, к слову, что он выдержит. И куча есть вопросов и к нему, и к его окружению. И будут эти вопросы украинского народа. Но мы сейчас про другое. Вот сейчас тяжело в это поверить. Но ведь и Путин начинал молодым президентом. Он тоже был естественным, внешне демократичным. Хорошо говорил, что с ним стало. Я не говорю, что Зеленский обязательно сделается или не сделается таким же. И через 20 лет будет все еще цепляться за власть. Надеюсь, что этого не будет. Украина многое для этого сделала. В частности, выборы в Раду там не менее важны, чем выборы президента. Поскольку правительство назначает парламент, президентская власть там одна из. Это создает сложности для работы, но и сложности для узурпации власти тоже. И второе, это важнее. Я от всего сердца буду желать успеха, а не чужой для меня Украине. Что же касается нас, новый, молодой, обаятельный, говорящий правильные вещи президент прекрасно выглядел бы и на нашем троне. Но для блага страны железный трон должен оставаться незанятым. Вместо него пора покупать одинаковые стулья. Для президента, отвечающего за армию, внешнюю политику и права человека. Для премьера, чья забота не только экономика, но и вся прочая исполнительная власть. Для независимого суда, способного отрешить от власти и президента, и всех прочих. Для парламента, назначающего и снимающего правительства. Для мэров и губернаторов, выбираемых людьми, отвечающих перед людьми и имеющих средства, чтобы это делать. Главное, чему нас научила игра престолов, что даже самый благородный и положительный претендент на трон, получив единоличную власть, превращается в тирана. Поэтому сам трон должен быть уничтожен. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok